12 стульев Рифа и Петрова читал, читал. Умирающая теща Воробьянина рассказала, что спрятала драгоценности в одном из 12 стульев гарнитура. Об этом же во время исповедия она сообщает отцу Федору. Киса и Востриков решают начать поиски клада и отправляются разными путями в Старгора. Тогда же в город приходит авантюрист Остап Бендер. Судьба осводит и Полита Матвеевича, и молодого человека, они становятся компаньонами. Бендер назначает себя руководителем. Для поиска стульев не совсем честно добывает деньги и перемещается в столицу. За ними следует отец Федор. Компаньоны проходят через любовные передряги, аукцион, на котором теряют оставшиеся стулья. За ними соратники отправляются на юг. Один за другим найденные стулья оказываются пустышками. Когда остается последний стол, в клубе железнодорожников Воробьянов перерезает горло спящему Остапу. Однако наутро оказывается, что сокровищ в стуле нет. Драгоценности уже нашли и на эти деньги построили клуб. И Полит Матвеевич сходит с ума. Священник, параллельно искавший бриллианты, но в других стульях, тоже лишается рассудка. Это был роман Ильи Ильфа Евгения Петрова «12 стульев». Ну а чтобы знать больше, читайте книги.